Приветствую вас, друзья! Сегодня будет что-то вроде подкаста. Это видео вы можете свернуться и просто слушать, но потом посмотреть. Значит, сегодня стартует у нас DLS-ка в Гостреконе Нарко Роуд. Что же это за DLS-ка такая? Она достаточно скудная, на мой взгляд. Это лидер байкеров, босс один, второй сумасшедший гонщик, это босс второй, и поклонник гонок, босс третий. Все, на этом DLS-ка заканчивается. Если мы берем и сравниваем по аналогии с Division, я не удивлен полностью, потому что там выходили абсолютно такие же мелкие DLS. То есть ничего особенного. И то там, на мой взгляд, крупнее выходили. Но я бы на этом закончил видео, но выходит дополнение к этому тоже с 18-го числа, то есть с сегодняшнего дня. Это сезон. Что же за сезон, давайте я вам расскажу. Значит, каждую неделю вам будет выдаваться 5 заданий. С 18-го апреля данный сезон будет идти по 26-й мая. 6 недель. То есть 6 недель по 5 заданий. Значит, 30 заданий, соответственно, вы будете получать за сезон. Значит, что вы будете получать каждую неделю? 3 испытания для одиночного прохождения. Это вы можете в кооператив братье или одиночкой. Далее. Одно испытание вы проходите в отряде Network. Что же это за отряд? Вот смотрите, наверху. Ghost Recon Network. Вот сюда заходите, регистрируйтесь, там есть отряды. Вступайте в отряд, либо создаете свой отряд и выполняйте задание. И последнее задание идет для сообщества, которое потребует вклада всех игроков для достижения цели. Как я понимаю, это что-то вроде опроса. То есть каждую неделю, может быть, будет проходить какой-то опрос. Ну, я считаю это интересно. То есть вы и одиночка, и в отряде, и еще в жизни сообщества участвуете. Смотрите. Значит, я уже сказал, что данный сезон будет идти с 18 апреля по 26 мая. Потом, наверное, начнется второй сезон, с 27 мая каком-нибудь. Вы в конце этого сезона получите... Да, вот обратите внимание, точно. Второй, третий, четвертый сезон. То есть, так если посчитать, примерно 24 недели в общей сложности задействовано будет. Значит, в конце сезона вы получите всевозможные плюшки. Я думаю, если вы выполните все 30 заданий, если вы не выполните, наверное, ничего не получите. Хрен его знает. Точно не уверен. Что же... Все это достаточно хорошо. Но, обратите внимание, это удерживает игроков. То есть, вы вяло, но выполняете какие-то задания, там раз в неделю заходите, и в один день все выполняете. На следующей неделе вы опять зашли, выполнили и так далее. То есть, каждую неделю вы стабильно заходите в игру. То есть, онлайн постоянно более-менее стабильно, он будет падать, понятное дело, с каждым месяцем. Но все равно, они хоть как-то удерживают свою комьюнити. Да, какого-нибудь второго DLS, третий DLS. Тем самым, они постоянно подогревают интерес к игре. Может быть, они еще там что-то выпустят и так далее. Может быть, какое-то еще событие будет. Этого вот и этого не хватало реально в Division. Чтобы онлайн постоянно был более-менее стабильный. Потому что в таких играх, я считаю, в всяких ММОшках и так далее, они вот такой... Онлайн должен стабильным быть. То есть, какое-то определенное количество игроков постоянно в игре. Кто-то приходит, кто-то уходит и так далее. И вот такими сезонами они постоянно поддерживают интерес к игре. Еще раз говорю, в Division такого нет. Поэтому выходит там DLS, все посмотрели, неделю-две поиграли и начинается спад. И вот так на протяжении уже года с небольшим. Вот. На мой взгляд, в Госреконе они хоть как-то решают эту проблему. Потому что что Division, открытый мир, достаточно скудный, что и в Госреконе. Да, охота на конвой и так далее и тому подобное. Но это все равно постепенно доедает. Так вот, вот такая новость вышла достаточно давно. Я просто как бы скооперировал. Вот. Не забывайте, сегодня выходит DLS. Сегодня выходит первый сезон, который вы можете в течение шести недель выполнять. И выходит потом второй сезон и так далее. Вот. И тем самым поддерживать свой интерес к игре. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на группу мою. Подписывайтесь на канал. Всех благ.